В адрес общественной палаты поступает огромное количество материалов, которые рассказывают нам о тех проверках, которые проводятся в регионах. Да и мы обращаемся часто к общественным наблюдательным комиссиям, просим их проверить какие-то факты, которые изложены в тех жалобах, которые к нам поступают. А жалоб, поверьте, поступает к нам огромное количество. Так вот, постоянно мы говорим о том, что общественные наблюдательные комиссии вскрывают недостатки, и обращаются к руководству ведомств, которые они проверяют. И теперь беда уже не в том, что они не вскрыли эти недостатки, а беда в том, что ведомство часто, к сожалению, не реагирует должным образом на те акты, на те протоколы, которые общественные наблюдательные комиссии составляют. И эти жалобы не ликвидируются. Хотя, анализируя те материалы, которые к нам поступают, я бы сказала, что приблизительно 70% обращений наших наблюдательных комиссий все-таки ликвидируются и на них внимание обращаются. Но вообще, если говорить о сегодняшнем времени, о сегодняшнем периоде, то для наших наблюдательных комиссий время сейчас очень горячее, потому что готовится серьезная реформа Федеральной службы исполнения наказаний, подготовлен проект концепции реформы. МВД стоит тоже перед серьезнейшей реформой. Армия периодически реформируется, и сейчас тоже есть там определенные моменты, которые требуют своей реформы. Не совсем хорошо обстоит дело и с спецшколами, то есть со школами закрытого типа, с училищами закрытого типа. Посещая их, мы тоже нашли ряд недостатков, поэтому нам тоже ряд из них нуждаются в серьезных реформах. И вот общественные наблюдательные комиссии, они, несомненно, должны принять активнейшее участие вот в этих реформах, которые будут проводиться. На последнем семинаре в Нижнем Новгороде с председателями общественных наблюдательных комиссий мы говорили о проекте концепции реформы Федеральной службы исполнения наказания. Наши общественники высказали свои замечания, и вот эти вот дополнения, замечания к реформе, которые общественные наблюдательные комиссии считают необходимы, мы уже передали в Министерство юстиции. К великому сожалению, в ряде регионов ИВС, изолятория временного содержания, совершенно не то, что находится на уровне международных стандартов, ну, то есть там просто человеку пребывать страшно. И вот у нас поступили прекрасные материалы о проверках Сахалина, например, где сказано о том, что они осмотрели ряд изоляторов временного содержания и обнаружили массу недостатков. Например, председатель нашей общественной наблюдательной комиссии Сахалина пишет, что питание осуществляется в лучшем случае один раз в день. И, собственно, все те, кто там содержит, считают, что это нормально и правильно. Нету ни радиоточки, ни газет, ни журналов, никакой источников информации. Спальные места представлены только общими нарами. Постельное белье, как правило, в изоляторах временного содержания отсутствует. Его вообще нет и не выдают его, если только не получают это белье в передачах от родственников. Знакомят обязательно тех, кто попадает в ВВС под роспись с извлечениями из правил содержания ВВС. Но это правила, они содержат только обязанности тех, кто так попал, а прав совсем не содержат. Но много очень нареканий о приватных местах, которые есть в изоляторах временного содержания. Они, к великому сожалению, никак не отгорожены и тоже напоминают нам такие же места, которые были 100-200 лет у нас в России. О предметах личной гигиены говорят, что они там не выдаются. Много очень нареканий о том, что освещенность плохая ВВС. И даже в некоторых регионах нашли ВВС земляными полами. Такое тоже, к великому сожалению, есть. Интересные материалы по поводу ВВС-ок и Казов прислали нам из Благовещенска, из Приморского края. И везде и везде говорят о том, что недостатков огромное количество из Свердловской области. Ну вот, например, интересный материал из Приморского края. Вы помните, что в прошлом месяце там была ликвидирована бандитская группировка в составе пятерых человек, которая терроризировала Кировский район Приморского края. Помните это громкое дело, да? И вот двое членов находятся в СИЗО, а один находится в ВВС. И, конечно, наши общественные наблюдатели посетили этих людей, переговорили с ними, тем более, что на сайтах и в интернете появились рассказы очевидцев, которые утверждали, что их там пытают, бьют, и вообще их уже в живых не осталось. Наши общественные наблюдатели посетили их, посмотрели, как они содержатся, и сочли, что, в общем, особых нарушений в процессе содержания нет. Я бы сказала еще о том, что на сегодняшний день очень много жалоб нам поступает о перемещениях Федеральной службы исполнения наказаний из одной исправительной колонии в другую. По крайней мере, у меня на столе пачка таких жалоб. Собственно, о чем идет разговор? Разговор идет о том, что сейчас в соответствии с проектом реформы проводится перемещение людей в зависимости от их судимости, в зависимости от их статей. То есть те люди, которые попали случайно, те люди, которые попадают первый раз, будут находиться в одних местах, те люди, которые преступный, так сказать, промысел, выбрали свои профессии, они будут находиться в других местах. Имеется в виду, что они будут находиться в колониях, где содержатся рецидивисты. На семинаре во Владимире шел разговор о местах принудительного содержания для детей. У нас в ведомстве Министерства науки и образования есть школы закрытого типа, училища закрытого типа. Почему-то в последние годы о них мало говорят и мало пишут. А это места, где дети содержатся с 11 до 18 лет. Это совсем маленькие черепетишки. 11 лет – это возраст очень небольшой. И вот мы посетили ряд таких учреждений вместе с общественными бюджетными комиссиями. Я в разных регионах посещала эти учреждения. И надо вам сказать такую вещь, что ряд учреждений производит достаточно благоприятные впечатления. Хотя большинство из них требуется капитальный ремонт, требуется обязательно улучшение материального обеспечения. Но несколько учреждений оставило весьма гнетущее впечатление. Особенно то, которое находится недалеко от Москвы, в 100 километрах. Это Покров, где находится школа закрытого типа для девочек и училище для девочек. Я побывала там уже два раза. И надо сказать, улучшений пока никаких там не наметилось. Наша общественная наблюдательная комиссия Владимирской области держит это училище под контролем. И мы надеемся, что в ближайшее время изменения там все-таки произойдут. Министерству мы сообщили о той угрожающей ситуации, которая там сложилась. И они сказали, что в ближайшее время примут обязательно меры. Продолжение следует...